Всем привет! Сегодня 6 апреля, Московская область. Я занимаюсь тем, что заполняю вазоны, кашпо подвесные горшки почвосмесью. И в этом году у меня здесь будет расти петуния и лобелия. И находиться они будут на открытой веранде. Горшки практически все новые, купленные в прошлом году на оптовой базе. У меня есть видеообзор, где купила. Можно зайти и посмотреть, я оставлю ссылку. Итак, 3 горшка по 14 литров. В них я буду выращивать кустовую крупноцветковую питунью. Высаживать буду по 2 штуки и подсаживать пару кустиков лобелии. Здесь, конечно же, есть дренажное отверстие, потому что есть поддон. Здесь вазоны по 29 литров. Высаживать буду по 3 куста питуньи ампельной и подсажу еще пару кустиков лобелии. Здесь нет дренажных отверстий в этих вазонах, потому что, я уже сказала, они будут находиться у меня на веранде. Лишняя вода мне вообще ни к чему на полу. Но если такие вазоны ставить в цветник на улицу, то, конечно, нужно дренажное отверстие. Оно делается прям выход в ногу и слив будет прям через ножку этого вазона. Но у меня отверстий здесь нет, будет дренаж. Этот горшок с отверстиями, конечно, потому что здесь есть поддон. И он на 45 литров. И здесь будут расти тоже 4 куста ампельной питуньи. И подсаживать буду лобелию. Это подвесной кашпо на 14,5 литров. Здесь один куст оперы суприм красной. И подсажу белую лобелию. Так, это тоже вазон на 29 литров. Этот вазон на 15 литров. Здесь тоже будет один куст ампельной питуньи. И здесь мой горшок. Это здесь будет расти пеларгония красная, я уже решила. Так, ну практически все емкости я заполнила. Оставила один вазон, чтобы показать, что я добавляю в почвосмесь. Итак, субстракт буду готовить в корыте. Это для удобства, чтобы хорошо можно было перемешать все составляющие. Здесь уже у меня находится одно ведро земли. Беру пол ведра нейтрального торфа. Конкретно это агробалт. И добавляю это ведро на 15 литров. Это перепревший конский навоз. Я сейчас буду вносить частями и перемешивать, чтобы хорошо размешать все. Я сейчас буду вносить все. Месь я очень хорошо перемешала. Получается питательный субстракт. Итак, я сказала, что в вазонах больших на 29 литров я не использую дренажные отверстия. И поэтому в качестве дренажа я здесь использую эта конская подстилка. Совсем небольшой, но и немаленький слой. В общем, я не знаю, сколько здесь сантиметров. Ну и не много и не мало. Я закладываю на дно. Я не использую керамзит. Тем более не использую пенопласт, когда его здесь рвут и накидывают на дно. Во-первых, это уменьшает общий объем земли. Это плохо, потому что петуния любит землю. И смысл покупать большое кашпо, если потом его наполовину застилать или пенопластом, или камнями. Смысла нет. Использую конскую подстилку. В общем, теперь беру эту почвосмесь и закладываю в вазон. Почва получается и нелегкая, и не тяжелая. Полностью заполнять оторфом смысла нет, чтобы облегчить массу самого вазона. Откуда растение питания будет брать. Если вы, конечно, пользуетесь минеральными удобрениями, это выход. Но так как я удобрения, минералку не использую вообще, поэтому мне сюда закладывать пустой торф, чистый, нет смысла. Потому что кормиться-то нечем будет. Я сюда хотела в общую массу, в этот общий объем подмешать биогумус. Но земли очень много получается, и нужно большое количество биогумуса. У меня такого количества нет. Поэтому я решила, когда я буду высаживать растение, то есть делать лунку и уже ставить сюда стакан спитуньи, вот сюда как раз я и буду насыпать биогумус. То есть точечно, так сказать. А положить биогумус 3 горсти на такой объем земли я не вижу смысла. Поэтому решила сделать так. Все это и все приготовление земли. В этом году у меня небольшое количество однолетников. Это петунья и лобелия. Ну и так еще по мелочи я кое-что посадила. Из многолетников однолетников у меня мало, потому что в этом году закладываю очень большой цветник у себя на участке, очень большой, поэтому распыляться на однолетники, на горшки и на создание цветника у меня сил не хватит. Поэтому я решила, что в этом году обойдусь маленьким количеством цветов однолетних. Потому что объять необъятно, это просто невозможно. Таким образом я буду высаживать петунью. Делать это буду не раньше конца апреля. Это сорт Мами Лилак. Значит, высевала ее 23 апреля. Выглядит она неплохо. Три штуки на 29 литров чистого субстракта. Емкость у меня готова. Осталось только пролить. Я проливаю сиянием номер 1. Это полезные культуры микроорганизмов. Они засеяны на пшеничной отрубе. Я сделала уже маточный раствор вчера. То есть вы, допустим, утром готовите накануне, а на следующее утро уже можно использовать. Периодически взбалтывайте. Я беру 100 грамм маточного раствора. Растворяю в лейке. В лейке у меня примерно 9 или 10 литров воды. И все это проливаю. Если все вазоны, емкости землей стоят в тепле, есть смысл работать с бактериями полезными. Если эти горшки стоят на холоде, то не стоит, смысла нет проливать, потому что они работают только, когда плюсовая температура. А у меня помещение теплая вазона находится в тепле. Поэтому я сейчас все это проливаю. И уже через 10-14 дней можно уже высаживать растения любые. Все горшки кашпо я обязательно накрываю таким образом, полипропиленовым мешком. Это чтобы сохранить, во-первых, темную среду и обязательно сохранить влажность. Потому что если вы используете полезные микроорганизмы, бактерии, обязательно должна быть влажность. Почву нельзя пересушивать, тогда просто они не будут работать. А вообще инструкция по применению этого препарата есть. Она очень легко и доступно написана. Провела все емкости с сиянием номер 1. Земля получается очень воздухопроницаемая, влагоемкая. И хочу сказать такой момент. Так как здесь заложено очень много органики, то попадаются огородные черви. Так как я минеральные удобрения не использую, поэтому червей я отсюда не выбирала. Из этих горшков. Но если будут применяться минеральные удобрения, конечно, червей нужно вытаскивать. Иначе в любом случае они погибнут. Осталось мне накрыть горшки мешками. Таким образом, чтобы сохранить темноту и влагу. И они будут ждать высадки сюда цветов. Но так как речь зашла о цветах, я как раз вам и покажу рассаду петунии и лобелии. На этом подоконнике находится вся рассада лобелии и петунии. Лобелии 5 сортов. Петунии, по-моему, 7. Но у меня есть все в записях. Нужно будет посмотреть. Выглядит довольно-таки неплохо. Из города я ее перевезла, по-моему, 30 или 31 марта. Она у меня уже здесь, в деревне. Просто поставила на подоконник без подсветки. Но последние 4 дня у нас вообще нет солнца. Поэтому подключила бикалорную лампу. Вот подсвечиваю. Сегодня первый день. Утром было солнце. Все. Сейчас уже опять все серо. Итак, лобелия выглядит неплохо. Я ее один раз подстригла. Это конкретно белая. Высевала ее 29 февраля. Такие хорошенькие, приличные кусты. Высевала в таблетки. И теперь пересадила в такие емкости. Они, по-моему, по 350 миллилитров. Один раз подстригла. Но буду подстригать еще разок. Потому что она такая прям... У меня мощная лобелия. Но хочу, чтобы были прям такие красивые-красивые кусты. Так, вот еще кустик покажу. Это тоже белая. Смотрите, как она кустится. Отлично. Семена были в россыпи. Просто они не в гранулах. Довольно-таки много. Четыре ампельных сорта и один сорт кустовой. Это для разбитого кувшина хочу посадить. Так, это петуния. Это ультраплюм. Это 18.03. Я ее пересаживала. А посев тоже надо смотреть в записях. Но я ее чуть позже сеяла, чем ампельную. Это крупноцветковая ультраплюм. Здесь маме лилак. Я ее уже показывала. По сути, я ее очень мало прищипывала. Прям чуть-чуть. Видите, она уже набирает вот они бутончики. Вот как раз эти бутончики я ей прищипываю. Кардинальной прищипки у меня петуния не нуждается. Она выглядит неплохо. Напоминаю, что я выращиваю без минеральных удобрений. Здесь у меня земля заготовлена с осени. Я готовлю землю сама. И плюс еще биогумус. Вот как-то так. Смотрите, какие неплохие кусты. Конечно, может быть, у нее и листочки так чуть светловаты. Но это из-за того, что нет солнца. Темень ужасная. Эту петунию конкретно я прищипнула слегка. Буквально дня 4 назад. Вот прищипка. И от прищипки пошли в разветвление. Вот раз, два. Здесь еще не прищипывала. Но серединку вообще не прищипывала. Только убрала бутон отсюда. Потому что уже бутон. Вот смотрите. Надо же, уже бутоны. Это что у меня за сорт? Сейчас посмотрим. Это сорт ультра плюм. Уже бутончики. Она такая будет, как бордо цвет. Так, покажу еще. Это сорт. Сейчас покажу. Опера Суприм. Это красная. Это пересаживала я из общей емкости 18.03. Тоже неплохо выглядит. Вот как раз таки Оперу Суприм я вообще не прищипывала. Вот здесь даже прищипнуть нечего. Видите, она так расползается, как паук. И, может быть, чуть позже буду прищипывать. Я прям из этих емкостей буду высаживать уже в вазу. Я не буду делать никакие пересадки. Большие горшки и так далее. Это сорт ультра плюм. Высевала 3.03. Вот она уже поменьше. Так, какие еще у меня есть сорта? Сейчас покажу. Это каскадное тоже отражение. Высевала 29 февраля. Тоже выглядит неплохо. Ни разу еще не прищипывала. В общем, у меня сортов здесь так прилично. 7, по-моему, да. Это тоже отражение 29. Неплохо выглядит. Возможно, если бы у меня она выращивалась бы, эта рассада на минеральных удобрениях, может быть, она выглядела еще бы лучше. Но хочу вам сказать, что на биогумусе, на органике она очень неплохо выглядит. Я считаю так. Даже, честно сказать, у них терхинами на минералке таких нету кустиков хорошеньких. Это дэди блю. Вот он он. Это как раз тот, который с 15-ти одно семя взошло. Это вот он он. Выхаживая его. Но это сама мелкая. Почему? Потому что я ее высаживала позже. Вот я ее... Нет, это отражение 29. Но это еще не такая мелкая. У меня есть вообще вот такие маленькие еще. Прям крошка-крошка. Что это за сорт? Это вот Цурфиния Цунами высевала 4 марта. Но она так долго сидит. Вот сама по себе, видимо, такой сорт. Очень долгий. Так. Ну, в общей сложности, вот рассада всей петунии. Мне этого будет достаточно на этот год. Даже хоть бы куда эту разместить. Петунья любит землю, поэтому ей нужны большие кашпо, которые нужно предоставить. А высаживать их 10 штук в один горшок, ну, смысла нет. Красоты не будет. Так, лобелию, наверное, я сегодня или завтра подстригу еще разок. И все, больше подстригать не буду. Ну, заодно уже покажу лаванда. Я ее уже пересадила в пол-литровые горшки. Выглядит она неплохо. Высевала ее 3 февраля. Пересаживала 3-го, 0-3-го. Это из общей плошки. А в пол-литровые, может быть, недельки-две назад я пересадила. Выглядит хорошо. Я некоторые кусты, даже большинство кустов я прищипнула. Вот как у меня из 15 семян взошло 8. Вот я их так и веду. Это вот я прищипнула. Смотрите, прям какой замечательный кустик. Эту не прищипывала. Ну, она тоже кустится, но веточка идет вверх. Поэтому здесь нужно будет мне прищипнуть, чтобы прям кустик-кустик был. Вот. Ну, у меня еще есть рассада пеларгонии, которую я черенковала. Я начеренковала, наверное, штук 7. Мне будет этого достаточно. Потихоньку растут черенки фуксии. Это сорт Ля Капанелла. Второй сорт Грей Леди, по-моему. Ага. Дает дополнительные отросточки из-под земли. Это ампельная полностью питония. Очень она красивая. Хочу посмотреть. Еще два сорта есть. Они пересажены в подвесную кашпу уже. Это надо, чтобы показать, лестницу поставить. Это ультраплюм. Высевала 3 марта. И растет еще вот такой цветочек. На траву не похоже. Хочу посмотреть, что это. И также у меня растет камнеломка моя. Потом покажу вам. И, ну, в общем, еще по мелочи цветы у меня есть. Ну, вот, в принципе, это все, что я вам хотела показать. Я желаю вам всего самого хорошего. Не болейте. И всем пока!